Ставлюсь, меня зовут Мария Нинашева, я руководитель проектов 1С и практикующий консультант-аналитик 1С. Моя сфера компетенции это управленческий учет, документооборот, электронный документооборот. Сегодня с вами компания Кадерлайн. Тема нашего сегодняшнего вебинара, как проверить благонадежность контрагента. По таймингу, тема у нас занимает 45 минут, в нее мы вмещаем основной материал и идеально мы должны еще разобрать дополнительные вопросы, но в крайнем случае можем немножко за тайминг выйти в пределах часа. Все вопросы, которые у вас возникают, пишите, пожалуйста, в чат сразу, как только они у вас возникают. Почему сразу? Потому что до конца вебинара у вас может мысль потеряться, там забыться, показаться, что уже не так интересно, и мы ваш вопрос не разберем. Хорошо его видеть прямо сразу. Теперь подробнее по теме нашего вебинара. Тем звучит, как проверить благонадежность контрагента. Что мы сегодня рассмотрим? Мы рассмотрим риски при работе с контрагентами, то есть для чего вообще, собственно, нужно проверять контрагентов своих, какие могут быть риски, как защититься от этих рисков, как их предусмотреть, где получать вообще в принципе информацию о контрагентах. И инструменты 1С, 1С как один из самых продвинутых разработчиков программных продуктов, востребованных, конечно же, эту потребность не мог пропустить. И, конечно же, есть инструменты, встроенные в 1С, которые позволяют облегчить жизнь компаниям и помочь им собрать информацию о своих контрагентах, как-то аккумулировать и хранить. Итак, перейдем к нашему первому пункту. Риски при работе с контрагентами. А скажите, пожалуйста, а вы видите риски при работе со своими контрагентами? Какие риски для вас главные? Вот то, что вы всегда видите, когда вот хотите завести новый контракт взаимодействия с новым контрагентом. Вот прямо напишите в чат, какие ваши риски самые-самые главные, первостепенные. Пока вы пишете, я сразу предупрежу, у меня тут в соседней комнате много детей. Так уж вот сегодня стечение обстоятельств, так что они будут радовать нас в течение вебинара иногда своими беседами, голосами. Вот. Ну и какие же у нас риски самые главные? Вот какие вы видите главные? Примерно я привела тут перечень, который... Ну так, собраны, наверное, основные риски. Это налоговые и правовые риски, гражданско-правовые риски, уголовно-правовые риски и репутационные риски, с которыми мы можем столкнуться. Но это одна из классификаций, которые можно привести. Но налоговые риски – это, наверное, одни из самых популярных, самых часто встречаемых рисков. То есть когда мы, ну как обычно происходит, забегает менеджер по продажам, маршет договором и говорит, у меня есть просто суперкрутой поставщик, он, ну вот, просто замечательные цены готов предоставить, или у меня там есть классный покупатель, с которым можно суперклассно сработать, там замечательная сделка, супервыгодная предстоит. В глазах менеджера в этот момент только радость от того, что предстоит выгодная сделка, одна конкретная. В этот момент обычно у юриста или у бухгалтера обычно начинается шок. Он сразу представляет, есть ли такие низкие цены, либо если такие, ну, прям суперклассные условия по сделке, то, скорее всего, там есть что-то неладное. Вот, то есть в этот момент у сотрудника отдела продаж, либо закупок, у него как раз-таки драйв, то есть у него показатели, и клиент у него выглядит со стороны выгоды денег, то есть плюс-минус, за сколько купили, за сколько продали, там объем, план сразу продаж выполненных, и у него радость. В этот же момент вот у бухгалтера или у юриста возникают вопросы, почему так сильно отличаются от рынка вот именно эти условия сделки. Наверное, что-то здесь не чисто. Бухгалтер сразу представляет, как я потом буду, ну, допустим, делать налоговый вычет. Будет ли у меня такая возможность, не задаст ли налоговая каких-то вопросов, и в каком случае вообще налоговая может задать вопросы. У нас есть такое понятие в законодательстве, как необоснованная налоговая выгода, то есть это те сделки на бухгалтер, может прекрасно понять, что это за сделки, юрист тоже, то есть это те сделки, когда, ну, допустим, происходит там какое-то дробление бизнеса, когда компания мышленно уходит от налогов, пытается минимизировать эти налоги. Вот налоговая пытается вычленить такие ситуации, и в этот момент компания, ну, главная позиция компании защитить себя, показав, что это действительно сделка была реальная, я знаю, что это не аффилированные лица, либо там не специально сделка в целях от ухода от налогов, а компания провела проверку своего контрагента и приняла все меры для того, чтобы убедиться, что это действительно настоящая компания, она соблюдает там все необходимые требования, то есть это, как компания может вообще доказать, вот в этот момент нужно доказать, что вы действительно проверяли своего контрагента, а скажите, а как вы проверяете своего контрагента, и были ли вообще случаи, когда налоговая задавала вот такие вопросы? В чате тоже можете написать. У нас прям вот буквально недавно был клиент, с которым мы вот такую операцию проводили, то есть мы все документы поднимали, где вся история проверки его контрагентов, мы ее вот предоставляли налоговой, помогали ее сформулировать и предоставить налоговую. Но вот в такие моменты налоговая, когда налоговая говорит, вот эта сделка была, допустим, недействительной. Ваша задача собрать всю информацию, когда вы проверяли контрагента, аккумулировать ее, ну как-то оформить и передать, сказав, что нет, вот мы своего контрагента проверили везде, где могли, и вот мы предоставляем доказательства этому. А как можно его в принципе проверить? Вот в этот момент тоже клиенты спрашивают, а как мы можем проверить контрагента? Ну, можно же сказать, что мы вот посмотрели на сайте там ФНС, ну, существует контрагент, мы его проверили. Кто-то собирает перечень документов уставных, кто-то просит лично познакомиться с руководителем компании. Вот все эти моменты, они действительно правильные. Самое главное, вот эту процедуру как-то привести в структуру какую-то, каким образом именно ваша компания, по какому алгоритму будет проверять контрагента и это все сохранять. Ну, вот про налоговые риски мы с вами поговорили. Также существует риск, когда вы работаете со своим контрагентом. Но самое элементарное, это когда вам, допустим, ваш покупатель приобрел у вас что-то в рассрочку или там, допустим, с отсрочкой платежа и потом пропадает. То есть он у вас товар забрал, а за него деньги не заплатил. И потом вы его начинаете искать, на самом деле он там ликвидировался или там у него директор недействительный был, документация вообще, то, что написано в договоре, оно не отражает действительность. И вы свои денежки не увидите. Ну и также с поставщиками, то есть поставщик вам что-то отгрузил, должен отгрузить, вы ему оплатили деньги, а товар к вам не приходит. Ну и это самый элементарный риск финансовый, который вы можете получить. Также риск потерять не только свои деньги, но и потерять репутацию. То есть как у нас обычно идет логика. Если вы, ну вот с кем вы работаете, примерно так же аналогию ваш партнера по работе. То есть если вы работаете с неблагонадежными контрагентами, то скорее всего вы и сами являетесь неблагонадежным контрагентом, с вами опасно работать. То есть с кем поведешься, от того и наберешься. Вот, ну примерно такая логика. Вот, ну и вплоть до каких-то уже юридически наказуемых действий. То есть когда вы не читаете, допустим, упустили какой-то момент там в договоре, где прописаны условия, которые противоречат законодательству, тут уже может быть уже иная мера ответственности. То есть это очень важно тоже учитывать. И всю документацию правильно вычитывать, понимать, контролировать суть договоров, которые вы подписываете при работе с вашими контрагентами. Но и стоит учитывать, что крупный надежный контрагент, он очень тщательно ведет всю договорную документацию, проверяет ее. И, конечно же, таким образом вас никогда не подставит. Вот, итак, мы четко поняли, что наших контрагентов нам нужно проверять. Что нам нужно делать дальше? То есть вот есть у нас, допустим, есть отдел продаж, есть бухгалтерия, есть юридический там отдел, есть отдел закупок. И как-то нужно привести к единому пониманию, что же мы делаем при работе с нашими контрагентами. То есть какой у нас ход действий наших, потому что менеджер по продажам считает, что достаточно посмотреть на сайте ФНС, бухгалтер смотрит какую-то информацию, связанную с бухгалтерской отчетностью, там юристы смотрят судебную какую-то практику, а как-то единого представления у всех у них нет. Вот в этот момент как раз-таки нужно сформулировать какую-то вашу единую политику и единый алгоритм проверки ваших контрагентов. То есть что, вот этот слайд как раз отражает то, о чем я говорю, что вам требуется делать, прямо алгоритм, чтобы вот эту работу свою с контрагентами наладить. Первым делом нужно упорядочить, то есть сесть всеми вашими отделами и все ваши риски, все, что вы можете проверить, все, что считаете нужным, вы должны зафиксировать в отдельном, ну как отдельном списке и зафиксировать документом. То есть есть у вас какой-то определенный регламент по работе с новыми контрагентами, какие документы вы обязаны собрать, какие ресурсы вы обязаны проверить, каким образом вы будете и как часто проверять своих контрагентов и где вы будете хранить эту информацию. То есть необходимо там какой-то ресурс предусмотреть, если вы делаете, ну как бывает делать скрины из каких-то ресурсов, нужно хранить где-то это в отдельной там папке, чтобы у ответственного сотрудника был всегда доступ и никто лишний не удалил эту информацию. Вот, и также необходимо, чтобы был ответственный сотрудник, который будет контролировать исполнение этого регламента, исполнение хода этой работы по проверке ваших контрагентов. Ну обычно это какой-то там сотрудник либо службы безопасности, либо там сотрудник юридического может быть отдела выступать. Тут уже зависит от вашей организационной структуры, как вы хотите построить свою работу, ну и от ресурсов, конечно, ваших зависит, какой у вас штат сотрудников, кто за что отвечает. Вот, какие есть инструменты для проверки контрагентов. Вот, допустим, вы сориентировались, какую информацию вам нужно получить, с какой периодичностью, как вы будете ее хранить. Теперь нужно понять, где же вы будете собирать информацию, потому что есть достоверные источники, есть там не очень достоверные источники. Ну практически вся необходимая информация, она есть в открытых источниках, и совершенно любая компания может получить к ним доступ и свободно проверять своих контрагентов. Ну вот я как раз таки собрала по максимуму все, что вот, все, что было в моем, так скажем, распоряжении, то, что использовала я, то, что проверяла ресурсы, я собрала вот ссылочки все на эти ресурсы, вы можете ими пользоваться, смотреть, а сейчас мы в рамках данного вебинара по каждой ссылке переходить не будем, потому что это тогда, ну такой объемный получится процесс. Я думаю, что вы сами можете вот воспользоваться ссылками, если у вас будут какие-то вопросы, можете обращаться, но это совершенно открытые и абсолютно достоверные ресурсы, где вы можете получить информацию о контрагентах. Вот пользуйтесь, я думаю, что это полезная такая информация, сайт федеральной налоговой службы, и там же мы можем посмотреть сервис проверка контрагентов, сервис по проверке адресов массовой регистрации, ну вот если у нас на одном и том же адресе зарегистрировано очень много компаний, происходит массовая регистрация, то это может навести вас на какую-то определенную мысль, причем важно тут понимать, что когда вы видите, что адрес регистрации какой-то массовый, это не 100%, что это фирма однодневка, что там все с этим контрагентом не стоит работать, и это говорит о том, что нужно просто обратить максимум внимания на этот факт, так как это может быть какой-то бизнес-центр, крупный торговый центр, где есть офисные помещения, и просто по логике вещей даже там зарегистрировано, именно по этому адресу очень много юридических лиц. Но стоит на это внимание все равно обратить, если это квартира, то это уже будет странновато, когда там зарегистрировано больше 50 организаций в одной квартире. Сервис для поиска сведений в реестре дисквалифицированных лиц, сервис по получению информации о лицах, которые не могут руководить организацией, тоже это важно понимать, потому что это уже более яркий индикатор, такой краснющий, что, наверное, с этой организацией не стоит иметь дело. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, где вы можете понять, что эта фирма действительно существует, ведется в этом. Сервис для получения выписки из ЕГРЮ и ЕГРИП, но здесь уже нужно будет анализировать, конечно, выписку, здесь уже такую масштабную работу нужно будет проводить. Также привела печень, помимо этих сервисов, это картотека арбитражных дел, то есть вы можете посмотреть, какие суды идут с участием этого юридического лица и понимать, возможно, это юридическое лицо судится каждые два месяца или на него, допустим, подают в суд, вы уже понимаете, кто с кем судится, по каким делам судится, но, опять же, это нужно анализировать, просто наличие этих дел, оно еще не может привести вас к однозначному выводу. Нужно понимать, что к чему, может быть, там сфера какая-то определенная была, которая вот именно в этот момент действительно было много арбитражных дел. Банк данных исполнительных производств тоже очень важный момент, который даст вам понять, насколько компания ответственна, допустим, в своих платежах. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Ну, бывает такое, что компания уже банкрота, а ей продолжают отгрузки делать в отсрочку. Тут уже думаете, просто каким алгоритмом нужно действовать, вести взаимодействие с данным партнером. Сервисы для получения бухгалтерской отчетности. Здесь достаточно много информации вы можете увидеть открыто. То есть вот бухгалтерская отчетность, она, в общем-то, не является секретной какой-то информацией, ее посмотреть вы можете. Вот, сервис для проверки паспорта. Ну, это вот, допустим, паспорт руководителя, вы именно вот здесь вот можете проверить. Сервис проверки достоверности представителя. То есть у нас очень многие пользуются, ну, как бы по доверенности осуществляют деятельность от лица юридического. Тут вот как раз-таки вы можете удостовериться, что этот человек имеет право осуществлять какие-то действия от лица именно этого юридического лица. И сервис за честный бизнес. То есть вот эти ресурсы, ссылочки я вам оставляю, презентация вам вся придет, вы можете этим пользоваться. Вот. То есть теперь, как часто нужно пользоваться вот этой проверкой? То есть вы алгоритм свели, как вы проверяете свою организацию, но, к сожалению, ваши контрагенты, они, ну, не бывают такого крайне редко, когда вы там годами работаете с контрагентом, у него не меняется вообще ничего. То есть это вот, благонадежность, это такое утрачиваемое свойство. То есть поменялся руководитель, поменялся кто-то из ключевых лиц в компании, может даже не сам руководитель, он кто-то из ключевых лиц при ведении бизнеса. И получается, что уже какой-то риск при работе с этим контрагентом, он появляется. И, во-первых, вы налоговой не докажете, что вот вы его проверили год назад, и вы проявили должную осмотрительность, вашей вины нет, но вы же с ним уже сейчас проявили какую-то сделку, там все уже поменялось. А в этом случае вы уже, получается, не проявили должную осмотрительность, поэтому рекомендуется перед каждой сделкой, особенно если это крупные сделки, какие-то с большими оборотами, то все-таки проводить проверку контрагента рекомендуется перед каждой сделкой, так вы максимально обезопасите себя. Поэтому четкий алгоритм проверки, он вам жизнь облегчит. Человек ответственный за это, прямо по пунктам раз, два, три, четыре сделал, сохранил данную информацию, и все, вы спокойно там галочку поставили, что все, сделку можно проводить. Не все компании готовы тратить на это время. Ну, как обычно бывает, там одного контрагента раз проверили, два проверили, три, да чего проверять, что я сейчас полчаса буду сидеть, по разным ресурсам собирать информацию, копировать и тратить на это время, да еще куда-то выкладывать. И получается, что пренебрегают вот этой необходимостью проверки контрагентов. Ну, да, можно понять, можно понять, конечно, компании, можно понять сотрудников, потому что действительно время очень дорого, особенно там, где компании, и сейчас это очень актуально, ценят время своих сотрудников и считают эффективность сотрудников. И жалко тратить время на какую-то механическую работу. Ну, особенно если сотрудник квалифицированный, и получается там принтскрины делать, как там телефоном, дорогим телефоном забивать и гвозди. Ну, и поэтому пренебрегают. И в ответ на такую вот потребность как-то автоматизировать, как-то убрать вот этот вот труд дорогостоящих сотрудников из цепочки по проверке контрагентов, конечно же, это потребность была, ее увидели многие компании, многие автоматизаторы, и сейчас на рынках очень много сервисов, которые предлагают вам как раз таки вот этот процесс автоматизировать, проверку контрагентов. Сервисы есть совершенно разные. То есть, конечно, помимо сервисов, предлагаемых 1С, есть разные внешние сервисы, абсолютно разные, там с разным уклоном, кто-то больше на юридический уклон, кто-то больше на бухгалтерский уклон, но все они служат примерно для одной цели. чтобы проверить благонадежность вашего контрагента, состояние контрагента, при этом саккумулировать это все, полученные эти данные, и каким-то образом зафиксировать момент получения вот этой информации, чтобы потом вы могли это доказать. Потому что даже принскрин экрана, ну, как бы тоже спорный такой момент, насколько это, это же не является ни документом, ни каким-то официальным подтверждением, не всегда там качество хорошее, поэтому не всегда может служить доказательством каким-то. А вот задача, когда это все автоматизируется, этот процесс автоматизируется, задача сервиса, она в том, чтобы минимизировать время и максимизировать достоверность информации, ее читабельность и удобность. Вот сегодня мы рассмотрим те инструменты, которые предлагает 1С, с помощью чего можно сделать проверку контрагентов. Это наш самый популярный сервис, 1С контрагент. Не все знают, что там можно посмотреть информацию о контрагенте, дополнительное досье контрагента. Часто пользуются этим сервисом только для исполнения реквизитов, не обращая на остальное функционал внимание. Хотя часто тоже можно и его использовать. А также прямо специализированный сервис, это 1С парк риски, а также его расширенную версию 1С парк риски плюс. Вот мы их как раз сейчас подробнее и рассмотрим. Скажите, а кто пользуется 1С контрагент сервисом? В чате напишите плюсик. Плюсик, да, что-нибудь. Сейчас на экран выведен функционал сервиса 1С контрагент. То есть то, что умеет этот сервис. Это автоматическое заполнение реквизитов, то, что мы обычно больше всего используем. И введение по ИНН всех реквизитов, оно тоже влияет неким образом на качество введения договорной документации, ну и в общем всех взаимодействий с контрагентом, потому что у нас точно без ошибок введены все реквизиты. И в каких-то документах, уже подтверждающих отгрузки, допустим, у нас все реквизиты точно будут без ошибок. Реквизиты инспекций ФНС и отделений ФСС и ПФР. Бывали случаи, когда они туда отправляли какой-то платеж, потом были долгие разбирательства. Очень-очень-очень сложно это все потом доказывать, возвращать, долгие разборки. Проще сразу иметь актуализированные реквизиты всех инспекций. И также есть вот то, о чем я говорила, это отчет досье контрагента по любой фирме, там выдаются сведения из ЕГРУ, бухгалтерской отчетности, информация о проверках госорганов и финансовой деятельности компании. Так, вот у нас сейчас изображено, как видит пользователь в программе досье контрагента. То есть здесь мы, оно не сохраняется, то есть чтобы сохранить вот это вот у себя сам факт момента проверки, вот тут нужно, конечно, делать принтскрин. То есть вот такого инструмента, что у вас вот сохраняется, что история, что на данный момент я сделала проверку контрагента, и это может подтвердить какой-то официальный документ, вот в этом сервисе именно такого нет функционала. При этом вы сами видите информацию, необходимую для вашего личного понимания, какое состояние сейчас у организации. Вот многие наши клиенты просто делают принтскрин и себе в отдельном файлике хранят на разные даты вот эту информацию. Как бы это может послужить копеечкой, когда вы показываете свою невиновность в том, что вы сработали там с каким-то неблагонадежным контрагентом для налоговой. Вот, ну, прям документом это, к сожалению, не является, но и как бы такой функционал, он особо-то и не заявлен у этого сервиса. Сервис 1С контрагент, он входит в стоимость договора обслуживания ИТС-проф. Те, у кого этот договор подключен, они понимают, о чем я говорю. То есть, если у вас договор ИТС-проф, этот сервис для вас предоставляется бесплатно. Платно также можно приобрести этот сервис. Любые версии программы современные поддерживают вот этот функционал. Так что спрашивайте у ваших менеджеров, они вам подскажут, как это подключить и как это использовать, если вы до сих пор этот сервис не используете. Стоимость его, если вы приобретаете его просто, ну, не в составе договора, а отдельно, 4 800 в год, но еще есть, ну, там есть лимит за 4 800 в год, есть также безлимитный пакет, там он стоит 3500 рублей в месяц. Вот, более уже сконцентрированный на проверке контрагентов сервис это 1С парк риски. Вон, его функция именно мониторинг контрагентов и экспресс оценка контрагентов на основе индексов Spark. То есть, этот сервис, он был разработан совместно 1С и Spark. Spark, это компания, которая ориентируется именно на проверку контрагентов. Это именно основная деятельность. Если кто-то сталкивался, знает, что если приобретать сервис этот отдельно, прям вот выделенный, то это достаточно дорогостоящий сервис. Там ценники начинаются от 100-150 тысяч в год. И смотря там, насколько сложно нужно проверять контрагентов, там сложные алгоритмы используются. Для пользователя 1С эта цена такая очень лояльная. И пользователь может получить вот именно тариф 1С парк риски за 3000 рублей в год. При этом мониторинг контрагентов и экспресс оценка контрагентов на основе индексов Spark, она будет действовать. Что такое мониторинг контрагентов? Так, у нас, наверное, картинки здесь нет. Мониторинг контрагентов – это система, которая оповещает вас об изменениях в жизни вашего контрагента. То есть, либо если когда ликвидация, реорганизация, смена руководителя или юридического адреса, там состав учредителей, вы это все с помощью уведомлений увидите. Допустим, вы хотите отправить платеж своему контрагенту, и программа вас предупреждает, что вот у этого контрагента сменился директор. Вы уже думаете, нужно ли отправлять деньги, потому что он как бы вас не предупреждал, что у него сменился директор. Стоит ли это делать? Дальше. Вот экспресс оценка контрагентов. Здесь уже у меня более подробно именно изображена. То есть, это система индексов, по которой вы понимаете уровень благонадежности контрагента. Сводный индикатор риска – это совокупная оценка трех индексов. Индекса должной осмотрительности, индекса финансового риска, индекса платежной дисциплины. Индекс должной осмотрительности, он показывает, насколько компания похожа на фирму-однодневку. То есть, там собираются несколько, ну, ряд критериев, которые могут определить именно признаки фирмы-однодневки. Индекс может быть зеленым, желтеньким и красненьким. То есть, это не 100% значит, что это фирма-однодневка, это значит, что у нее есть признаки фирмы-однодневки. Стоит более внимательно изучить эту компанию, может быть, запросить там более подробные документы. Индекс финансового риска анализирует точно так же по сводным показателям, по ряду показателей, и возможность банкротства этой компании анализирует ее финансовое состояние. Ну, возможно, компанию, которая находится в зоне риска, не стоит, допустим, отгружать товар в отсрочку. Тут просто можно свои действия на основе этого индекса скорректировать. Индекс платежной дисциплины – это фактор, который показывает исполнение компании, насколько любит компания платить по своим счетам, насколько любит задерживать платежи по своим счетам. Тут тоже скорее можно скорректировать свои действия, свои договорные обязательства с такой компанией, и просто лишний раз там сразу, сходу не давать каких-то отсрочек платежей такой компании, а все-таки проверить ее долгосрочным каким-то сотрудничеством, то есть сделать определенные выводы. Если у нас тариф, вот вернусь к нему опять, если у нас тариф именно Spark, 1S Spark, который стоит 3000 рублей, мы эти индексы просто видим, то есть вот мы открываем карточку контрагента, вот тут вот у нас выходит окно, где мы видим световым индикатором, какой у нас показатель этого риска. При этом у нас опять же нет документа, который фиксирует факт проверки и на этот момент проверки, результат проверки, то есть мы можем сделать там скрин, можем как-то хранить, но документа зафиксированного у нас нет. Для того, чтобы сделать именно документ, чтобы точно себя обезопасить, вот для этого разработана расширенная версия, то есть это 1S Spark Risky Plus. Здесь мы уже получаем заверенную справку о контрагенте, то есть это справка с электронно-цифровой подписью Spark о том, что действительно была осуществлена проверка и там отображаются все результаты этой проверки. Вот сейчас покажу, как выглядит вот такая вот справка, то есть написано, что это АО Интерфакс, здесь цифровая подпись Интерфакс, которую можно совершенно точно как документ предъявить. Так, не смогу я в этом режиме развернуть, хотела чуть-чуть крупнее показать. То есть это вся информация о компании, о ее владельцах, о финансовом состоянии, все риски указанные, которые могут возникнуть, они здесь введены все в один документ. И здесь вы можете продемонстрировать, что вы действительно на данный момент, перед совершением сделки проявили должную осмотрительность и сформировали вот такую вот заверенную цифровую подписью справку. Она у вас хранится в программе 1С, вы можете ее при необходимости достать и предъявить там, где она вам необходима. Тут вот уже вот этот функционал, конечно, расширенный, стоимость этого сервиса 22 500 в год. Там при первом подключении идет проверка по 150 контрагентам в год в неограниченном количестве раз, то есть каждого вы можете хоть перед каждой сделкой проверять. Ну и есть условия, при которых вы можете это количество расширять. Там зависит от количества лет, сколько вы пользуетесь этим сервисом. То есть там как-то при непрерывном продлении можно согласовать увеличение количества юридических лиц, которые вы можете проверить. Это у нас сервис 1С Парк Риски Плюс. Стоимость его 22 500 рублей в год. Все пользователи 1С могут, ну если вам вас заинтересовало, хотите более подробный функционал посмотреть, вы можете сделать бесплатный доступ себе на 7 дней тестовый период и опробовать полностью, ну может быть каких-то определенных контрагентов заодно проверить и понять функциональность этого сервиса. Иногда бывает, что эти 22 000 они спасают от огромных-огромных затрат. Но тут уже оценивайте сами ваш объем. Также есть сервисы, которые, конечно же, помогают работать с вашими контрагентами более безопасно, ну и упрощают жизнь. Это сервис 1С Электронный Документы Оборот. В чем тут плюс? Когда вы подписываете документы бумажные, вы, ну очень сложно проверить, кто их подписывает, при каких обстоятельствах. Не всегда вы стоите прям рядом с руководителем компании, который точно знает, что уполномочен на подписание документов и вам точно поставят ту печать, которую нужно, особенно когда есть несколько юридических лиц, несколько там доверенность постоянно передается от лица к лицу. Ну это очень сложно технически даже проверить, действительно ли тот человек подписал документ, и потом могут возникнуть вот с этим неприятности. Если вы используете электронный документ Оборот, то при получении электронного документа происходит проверка и полномочий лица, который осуществлял подписание этого документа электронной подписью, то есть, ну действительно сертификат, недействительный, может ли этот человек подписывать от лица, ну от юридического лица данного, не просрочена ли доверенность, не просрочена ли сама подпись, сам документ у вас сохранится в виде электронного, то есть там бумажный может потеряться, может с ним может случиться, электронный документ, он у вас сохранится, и ничего с ним не будет. Главное обеспечить вот сохранность ему на каком-то ресурсе. Вот поэтому электронный документ Оборот, он может значительно снизить ваши риски при работе с контрагентом. Ну и также есть сервис, он достаточно молодой, это распространение первичных документов, он избавляет от ошибок при ручном внесении в программный продукт бумажных документов первичных, если вы все-таки не ведете их в бумажном виде. Вот, он позволяет избегать ошибок, ну и далее несостыковок, вопросов от налоговой. Тоже этот сервис вы можете подключить, уточняйте у своего партнера, который ведет сопровождение вашего программного продукта, на каких условиях он вам может его подключить и настроить. Вот, так, это я уже как раз таки рассказала про сервисы электронный документ Оборот и про сервис распознавания электронных документов. Ну, наверное, на сегодня те инструменты, которые я хотела раскрыть, я раскрыла. Надеюсь, что тема полезна вам была и принесет вам какие-то полезные фишки, которые вы можете использовать. По крайней мере, ссылки вы всегда можете открыть, перейти по ним и проверить своих контрагентов. Ну и понимать, что у вас есть такие инструменты, как сервисы AdSness, которые всегда вам помогут эту задачу автоматизировать. решение этой задачи. Есть ли у нас какие-то вопросы, может что-то рассказать там более подробно, уделить внимание, прям пару минуточек у нас еще есть. Если есть вопросики, то можете вот в чат прям написать. 45 минут у нас прошло, но мы можем еще пару вопросов рассмотреть. Так, ну, вопросы в чате не вижу. Коллеги, на экране указаны наши контакты, по которым вы всегда можете обратиться и получить консультацию, нашу поддержку. Как я уже говорила, для всех, кто сегодня присутствовал на вебинаре, мы готовы провести встречу безвозмездно и проанализировать вашу задачу. Коллеги, ну, всем тогда хорошего солнечного дня, весеннего настроения. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова